эй эй салам алейкум родные с вами снова мистер это у нас первый день ремонта итак ребята встречайте новый формат сегодня я не буду ничего рассказывать посмотрите как работают ребята много мата так что уберите детей от экрана почему не стал убирать мат потому что это процесс работы его действительно не вычеркнуть хочу показать в этом видео как происходит действительно обработка автомобиля то есть просто чтобы обработать днище что для этого требуется с какими ребятами сталкиваются проблемы когда один болтик вычеркивает вам полдня работы это видео я конечно размещу на основном канале о нб youtube ну а также ребята подписывайтесь на канал ru-tube там все новости будут все новые видео youtube скоро закроет а ru-tube уже хорошо развивается и на сам уже более 45 тысяч подписчиков для ru-tube ребят это огромная цифра на ru-tube очень тяжело видео идут но смотреть там можно без vpn так что переходим не забываем нажимать лайк это продвигает видео написать какой-то добрый комментарий а также нажать ракету там с правой стороны увидите вот здесь вот ракета обязательно нажимайте это продвигает видео ну и хочу сказать обрабатываем мы автомобили только материалами он бы это самый качественный материал ну а по ссылочке в видео под видео вы можете найти на сайте наш сайт где можно приобрести такой материал если у вас нету суммы чтобы обработать автомобиль у нас пожалуйста вы можете сделать это сами и сделать это качестве обязательно поделитесь понравился или нет вам формат видео для меня это очень важно и и от этого будет напрямую зависеть будут такие видео в дальнейшем и либо не будет либо дядя лежит дальше вам также будет потихонечку все вот это вот вот так вот паху 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 все встречаем погнали и Субтитры сделал DimaTorzok 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 А я тут воевал с салоном Значит первое с чем я столкнулся это с салоном рычаг на раздатку Он у меня не снимался полез в интернет начал смотреть они на одну пишут другое другое типа не могу снять вообще никак тут дым всю дым один там вообще палк как-то подпор делал молотком стучал и только потом она выбивалась но в нашем случае мы обошлись без жертв ничего не выдрали ничего не сломали просто посильнее надо было ее тягануть вверх и все затем следующая ситуация с которой я столкнулся это у нас центральная консоль с ней вот прям мама не балуй сколько проблем было значит крепится на двух на четырех болтах здесь здесь и там спереди соответственно рычаг снимаем оттуда чтобы у нас снялась вот эта пластмасска потому что здесь у нас резинки нет здесь просто имитация типа пластмассовой резины и затем мы ее тянем вверх у нас вон та часть начинает упираться вот сюда соответственно нам нужно поднять ручник а ручник нам как поднять если он натянут но я только все это дело сделал ручник поднял вверх поднимается он следующим образом вы значит берете какую-нибудь мягенькую подложечку селите ее сюда под этого ранжера залезаете и у нас тут имеется где он имеется вот такой вот трос такой вот трос который вставляется у нас вот эту правую шину соответственно ручник вы вставите в нулевое положение трос вынимаете из вот этой скобы и чуть-чуть на себя вот так вот дергаете сюда и он у вас с этой проушины выскать все тросты у нас ослаблены хорошо хоть здесь никаких подвохов не было не надо не надо было разбирать дисковые тормоза там к скобам лезть и проще шляпь вот это как бы у нас вот так вот все это дело разобрал результате у нас здесь ну ковролин сейчас снять кстати вот состояние одно видите какое все в родном грунте герметик и всякое прочее затем сейчас вот здесь вот это надо будет снять заднее сиденье выкинуть ну и там уже жопу подразобрать чуть-чуть то дыма в общем занимаемся вот две панели ну типа вот это основная на чем она держится это типа защиты это бронепластина нахуй вот смотри раз два идёт три четыре короче эти откручиваются этот нахуйся с парадами как поперечину нахуй поперечину да и вон там в поперечине короче система ой ой доступ оказывается есть вот это лайфуки от мистера антонио ахаза какие как у павука павук нахуй блядь да нихуя к нему ещё а там ещё шестигранчик фу блядь да заебал она нахуй ты же не так крутишь в смысле я вниз кручу вниз ты закручиваешь серьезно вверх наверное вот так вот да ну тебе же наоборот надо менять да наоборот надо наверное да наверное надо блядь может быть а вот да может нет а 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 Все, как что-то пошло не так, началось, началось обсираловано, значит просвещаю у вас труданные дела, здесь вот стоят такие вот под шестигранник болты, на которые нужны биты 5,5, соответственно дюймовые по ходу, потому что шестерка, точнее пятерка, туда не залазит, а шестерка сильно большая, наоборот, пятерка маленькая, а шестерка большая, вот Антоха ездил, короче смотрел, биты эти нигде нихуя я ничего не нашел, вы заказываете нам, сколько, две недели? Ну что, приезжал? Поеду? Куда? Туда мы еще дымы? Ну, можно. Ну, не знаю. Каленый, падла, ну, хрю. Каленый, падла, ну, хрю. Каленый, падла. Каленый, падла, ну, хрю. Каленый, падла, ну, хрю. Каленый, падла. Ну ещё и как, да. Только ебал вообще. Заебал-то так хуёло, так тоже, да. Так я тут не нарушу, блядь. Ну что, вытащили кое-как. С горя пополам. Хорошую гайку. Вот он, виновник этого. А, ну правильно, они тут, отверстие вплотную. Поэтому и не уходим. И... О, слышал, фреза болт взяла, да? Да. Фреза болт взяла. Да, на обычном купили заплату. Да. Ну ещё фреза... А, Сверо, короче, ни хера. Толку мне берёт. Вот, из-за вот этой вот... Шляпинцы... Пол дня насмарку. Тут ещё два дня. Нету денег. Хочу ещё переведу, блядь. Да? Вот так. И что тут у нас? Тут, короче, в порохах отверстия. Сюда крепится и, типа, усиленная пластина. Что-то, типа, это вот тут дождать. Вот. Опа. Ещё этот... Грудь заводской не тронет. Согласен? 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 Так, у нас, значит, следующая небольшая проблема выскочила. Это вот термозная трубка, которая у нас вот здесь вот идёт, да? Вот она пошла, пошла, пошла. Вот здесь вот пошла. И получается, выходит она... Эх, блин. Вот здесь вот. И уходит туда вот, в развилку, в магистраль, как скажем. Общую. Поэтому, чтобы кузов нам поднять, нам трубку эту нужно как-то отсоединить в сторону. А там ещё она под рейка идёт. И, соответственно, у нас ни хуе ничего не получится. С мистером Антонио пришли к более рациональному решению. Вот эти все трубки. Эта шина есть, да? Да. И в сторону это всё дело сдвинуть. То есть её просто снять? То есть её просто снять? Трубку? Ну, если ты её протянешь, то всё получится. А если нет, то нет. Ну, в общем. Мы уже думали её там разрезать пополам и переходник сделать. Развальтовать. Да, кстати, и проще было. Там отсоединиваемся. Проще чего они тут муфты не сделали. На некоторых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Шибзик, у нас столкнулись. Мы немножечко ещё с одной проблемой. Ранее мы с ней сталкивались. Тоже самое, когда у нас прадик был. Ну, а мы тогда что-то как-то нам подвезло. И это всё дело мы подняли. У нас, значит, вот эта лапа впритык шла с рамой от прадика. Получается, в этом же случае тут база ещё короче. И, соответственно, у нас всё это дело будет в раму вообще упираться. И даже нигде никакого малейшего зазора нет. Соответственно, мы что сделали? Мы сделали следующее. Как и в прошлый раз планировали. Просто срезали ограничители на этих. И, блядь, ключик. Всё, натурально. Срезали ограничители на самих лапах. У нас теперь лапы эти будут съёмные. Вот. Вот так вот. Если надо, если машина опять куда-то что-то упирается, лапу вытащили. Ну, тупо на эти положили. Ну, точнее, только с этой стороны. На эти машину ставим и поднимаем. И, в общем, ещё больше упираться никуда не будет. Вот. Поэтому тут у нас такие вот закладные. Это для упора, мне кажется. Ушить. Чтобы лапы сильно не это самое. не худало. Эх, блядь. Поэтому. Мистер Антонио. Короче, проблема на проблеме. Чуть по чуть. Тудым-сюдым. А? Вот. Сейчас нам надо будет поднять полную машину. чтобы, короче, доход отсоединить трубки, поводку от селектора, тросы. Вот. Поэтому мы сейчас лапы эти ставим. Ну, а потом уже, когда будем кузов покрывать, саму лапу вытащим и будем чисто к порогу ставить. И всё дело это поднимать. Как-то вот так вот. А, кстати, что касаемо круга. Вот круги у меня такие охеренные. Кедзу. Я доеду много поперепробовал. Самые дешманские вот эти, которые, ну, вот эти стандартные, которые все берут, да. Я, значит, одним кругом, вот у меня осталось, три лапы разрезал. А если бы самым дешманским разрезал бы, мне кажется, там бы три круга ушло на три этих. Ну, хоть что-то. Хоть смочить немножко земельку. Куда её, блядь, вымочить? А на коробку у нас дита, блядь. А, вот. Вот это вот получается. Хоть день. И всё. Два троса. Потом тут что у нас? Горловина, да? Ну, горловина, и всё. Абсорбер, типа, блядь. Да. И это, нахуй. И всё. Да. Типа, это, обратки или что-то. Ну, всё. И больше, если нет, не ехай. А, ну, трассы. Тут крепление, кстати, заводское мудрое, да? На сколы. Такое ощущение. Как будто, это, с алюминиевого забора. Кусок алюмишки взяли. Бля, это даже снизу нет герметика, вы знаете? Вообще, надеюсь. Ну, да, кстати. Блядь, надо было доносить, наверное. Ага. Ну, если он, типа, хочет, чтобы охуенно всё было. Блядь. Один какой, двой один. Блядь. Поэтому. Есть. Ага. Ну, ты же сказал, самый последний. Ну, самый последний. А, у нас ещё не самый последний. Вроде самый, а я вроде последний. А, это что, Subaru Sound? А, кстати. Бам-бам-бам-бам-бам. Мини только. Минь. 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 Ну, это ж В6 заебал. А, ну, хуя. Да хоть будет 30. Кардан прикольный. Нихуя тут, друзья. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. 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 Что, когда ты будешь обратно ставить раму, скрещивать это. Что-то, наверное, направить можно будет. Нет. Ну, я думаю, да. А, я думаю, знаешь, что... Надо подписывать. Знаешь, что? Хай Гитлер, я думаю. Да, ты. Ты, Хай Гитлер. Алло, здравствуйте. Это закладная? Ну, закладная, нахуй. Что, еще, еще, еще две сорвем? Ну, давай попробуем. Ой, ты что? Тут нормально. Нормально? Нормально. Нормально. Ну, тут уже немножечко ржавчинка имеется, да? Откуда он? Вот он. Ну, все. Осталось там две. Ну, допускать, получается. Угу. Так, вот это у нас с большими шайбами, это у нас от задней части. Это у нас середина. Ну, как середина, а ближе к мотору. Гайки, это уже спереди. Соответственно... Ты чего, хорошего? Аля, ты все равно полностью. Да нахуй, надо было отпускать. Отпускай. Ну... Пошел тут? Ну вот, снимай. Нету тут ничего. Спасибо. Там лонжурон идет. Папа-пам. Эм. Это игре. Не какое-то есть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok